Здравствуйте! Как всегда в это время мы рассказываем о людях и событиях, заслуживающих особого внимания. Это Вести Хакасия События Недели. С вами Марина Конодакова. Даешь стране угля. Аршановский разрез официально начал свою работу. Сейчас уже не скрывается. Это одно из крупнейших месторождений каменного топлива в стране. Когда экономика вынуждена быть экономной, работнику особенно важно знать свои права. Полезные советы от эксперта программы, заместителя начальника трудинспекции Дмитрия Казакевича. 10 человек, осужденных за экстремизм, отбывают сроки в колониях Хакасии. Их истории в эксклюзивных интервью нашему каналу. Миссия ООН как знак доверия. Абаканские авиаторы работают по всемирно-продовольственной программе. И благодаря им столицу Хакасии знают не только на Черном континенте. И начнем мы с события, которое имеет значение не только для Хакасии, но и для всей страны. В среду официально запущен Аршановский разрез. Церемония открытия лишь формальный момент. На самом деле на разрезе уже много месяцев кипит работа, а добытое сырье отправляется в Польшу. Аршановский уголь лучше по качеству в Сибири. И в недрах его столько, что можно добывать больше века. Это одно из крупнейших месторождений в стране. По добыче угля Хакасия планирует выйти на второе место в стране. Естественно, наш регион имеет абсолютно на другой статус, на другое самоопределение в экономическом балансе России. Вот главная цель-то еще в этом. Мы должны встать на те рельсы, когда на нас будут обращать внимание президент, премьер-министр. Говоря о Хакасии, это говорит о безопасности России. Отсюда и другие референции, другие налоговые отчисления в форме дотации и субсидий должны стать этим регионом. Второе место по добыче угля Хакасия должно обеспечить и то, что скоро будут открыты еще два новых разреза. По сути, в будущем в Кайбальской степи появится целый рабочий поселок с населением 10-15 тысяч человек. Правительство думает над тем, какая инфраструктура здесь понадобится. Таким образом, центр угледобычи переместится в Алтайский район. По словам Виктора Зимина, на разрезах около Черногорска сырья осталось на 10-15 лет. Все эти планы на ближайшую перспективу, ну а пока властям предстоит преодолевать текущие проблемы, связанные с экономическим спадом. Так, возможен рост безработицы. Ряд крупных предприятий Хакасии уведомили службу занятости об оптимизации кадров. Не всегда это означает массовые увольнения, но повод задуматься есть. Как защитить свое право на работу, если работодатель решил экономить на Штатах? И как идет борьба с серыми зарплатами? А это один из способов пополнения бюджета. Об этом мы поговорили с заместителем начальника трудоинспекции Хакасии Дмитрием Казакевичем. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич. Добрый день. Итак, сейчас непростая экономическая обстановка в стране, да, и можно ли говорить о том, что у нас в Хакасии участили случаи обращения жителей республики на нарушение их трудовых прав? Может быть, это случай, когда работодатели, чтобы снизить свои расходы, да, начинают оптимизировать кадры? Ну, пока о том, что катастрофически вдруг увеличилось количество жалоб работников, нам сказать не можем. За январь, не стекший период февраля, в принципе, сопостановимое с прошлым годом количество жалоб. Да, есть некоторое увеличение обращений за консультациями в плане возможных увольнений, принуждений либо к увольнению работников. Что вы им советуете? Оценивать ситуацию, что происходит. Думать, что пишут, какие заявления пишут, подписывают. Если человек не хочет увольняться по собственному желанию, то, соответственно, и не должно быть заявления в природе о том, что он вдруг хочет уволиться по собственному желанию. Свой интерес должен всегда присутствовать. А если его все-таки принуждают написать заявление по собственному? Здесь необходимо рассматривать, а дальше перспективы самой работы в этой организации. Может быть, есть смысл все-таки увольняться, но увольняться на тех условиях, какие нужны бы вам. То есть предлагать работодателю рассматривать вопрос об увольнении по соглашению сторон с выплатами каких-то дополнительных компенсаций. Либо вопрос о сокращении. Но собственное желание, если работника не устраивает, и он не напишет такого заявления, соответственно, оно не может быть реализовано. Работодатель просто не сможет издать приказ о таком увольнении. Известно, что на федеральном уровне у нас правительство прогнозирует рост безработицы в наступившем 2015 году. В этой связи работа трудоинспекции будет как-то меняться? Вы будете как-то фокусировать свое внимание на определенных проблемах? Да, безусловно. Будут мониторироваться ситуации по предприятиям, в том числе и в рамках совместной работы со службой занятости населения республики, куда работодатели подают сведения о предстоящих увольнениях. Ну и, соответственно, будут исследоваться моменты подачи таких уведомлений, массовость их и законность, обоснованность. У нас есть задержка зарплаты по ряду учреждений. Поступали ли вам такие жалобы, да, и как вы на них реагируете? Да, имеется ситуация такая, и поступали жалобы по Багратскому району, по бюджетным учреждениям. То есть случаи задолженности действительно выявлялись. И для их устранения, для погашения задолженности выдавались предписания в рамках полномочий инспекции. Соответственно, выдавались представления главам администрации, либо главам муниципалитетов, которые обеспечивают финансирование данных учреждений о том, что необходимо принять меры к устранению данных нарушений. Но на сегодняшний день по данным учреждениям задолженность постепенно погашается. И надеемся, что в ближайшее время выплаты все будут. Сейчас в республике идет борьба с серыми зарплатами. Уже можно сказать, насколько она успешна и сколько работодателей были наказаны за то, что они выплачивают зарплату в конвертах? Борьба ведется не только в республике, борьба она в целом в России. Если говорить по итогам прошлого года, то более 90 случаев было установлено, подтверждено документально. Работодатели, которые выплачивали заработную плату, либо менее, либо у которых были неоформленные трудовые отношения с некоторыми работниками. И данные работодатели подвлекались к административной ответственности. Получается, вот эта практика, когда власти обратились к жителям Хакаси, мол, доносите на своих работодателей, она, в принципе, оправдана? Да, конечно, оправдана, потому что последствия это несет и сам такой работник. Это и пенсия, это и больничная, это и другие какие-то социальные гарантии. Люди не боятся вам звонить? Кто-то боится, кто-то не боится, но, скажем так, очень часто люди не боятся, когда они уже уволены, когда их уже выгнали с этой организации. А вот в таких случаях работа уже значительно осложняется, потому что у работодателя появляется время уничтожить документы и какие-то другие доказательства, что вообще этот человек был. Вы озвучите хотя бы фамилии этих работодателей, которые вот так поступают? Вообще, перечень всех работодателей, кто был зафиксирован таких, ведется список, ведется диестер на сайте инспекции, он регулярно обновляется и постоянно в открытом доступе. Любой желающий может его увидеть. Дмитрий Сергеевич, я благодарю вас за то, что вы нашли время, ответили на наши вопросы. Всего доброго. Десять человек, осужденных за экстремизм, отбывают срок в колониях Акасии. Как правило, это жители Кавказских и Центрально-Азиатских республик, исповедующих ислам. История некоторых заключенных и то, как изменились их представления о своем пути, услышали наши корреспонденты. Здравствуйте. Получите. Осуждение Закурия 8-го, 21-го, 19-го, 1991-го года рождения, статья 208. Астемир Сокаров из Кабардино-Балкарии осужден за пособничество террористам. Он укрывал в своем доме опасного преступника, который скрывался от правоохранительных органов. Правоверный мусульманин Астемир тогда был уверен, что поступает правильно. Просто помочь ему, как мусульманину, как брату, который нуждается в помощи, которому грозит опасность его жизни, здоровье. 21-летний Рахим из Таджикистана осужден за воровство. Но правоохранительным органам достоверно известно, что парни пытались вербовать в радикальную группировку. Он приехал на заработки в Москву и спокойно жил, пока кто-то из земляков не стал звать его на собрание и раздавать экстремистскую литературу. Вот как он вспоминает те встречи. Они говорят, что вот видите на телевизоре, что там делают с нашими там братьями. Вот начинают нашу зрелигию, там издеваются над нами, а вы сидите там, ничего не делаете. Вот начинают психологические действия. Если ты не хочешь делать или что-то не можешь делать, они если не делаешь, они тебе делают, они заставляют. Ну, они так говорят, они пугают молодых людей, они заставляют, чтобы делать это. Именно молодежь первая в группе риска. 80% членов экстремистских группировок составляют люди до 30 лет. Житель дагестанского Хасавюрта Алимпаша Амаев осужден по целому ряду тяжких статей, в том числе за связь с банд подпольем. По пути в Хакасию на этапах видел немало ребят, ставших заложниками идеи радикального ислама. Алимпаша сам отец и не желал бы никому, чтобы их сыновья пошли на ложную войну ради своей веры. Десять раз, двадцать раз они должны подумать, прежде чем сделает Чак, Чак к таким плохим действиям подумать. И еще думать, для чего он это делает, какую радость, какую пользу, вот это действие, она приведет к молодежи. Я бы попросил не грешить, в любом отношении не грешить. А именно, вот этих безвенных людей не убивать, от этого никакого не будет в пользу. Только вред, только вот эта беда людям, вот это вот не делайте, пожалуйста, я вас очень прощу, не взрывайте. Находясь за решеткой, Рахим и Астемир уже по-другому понимают ценность жизни. Оба после освобождения хотят вернуться домой, к родным и навсегда забыть о неверном выборе, сломавшем их судьбу. Молодые люди, которые вот на этой дороге двигаются, я желаю им, чтобы не делались такие вещи. Это все ерунда, все вранье. Это молодые люди, которые используют, просто используют таких, чтобы они воевали, с них вранье учат. Когда что-либо узнают, не узнают там в религии, чтобы ходили для разъяснения к более знающим людям, чтобы не воевали вероятно. В колониях Хакасии срок за террористические преступления отбывают 10 человек. Разумеется, все они уроженцы других регионов и государств. Однако свои борцы с неверными находятся и в республике. На сегодня известно о трех уголовных делах. По первым двум была пресечена деятельность членов запрещенной группировки Таблиги Джамаат. По третьему под суд пошел имам, который вербовал людей в Сирию. Так что правоохранительные структуры вынуждены тщательно следить за ситуацией, тем более, что за последние 10 лет количество мусульман в Хакасии значительно выросло. В эфире Вести Хакасия. События недели. И мы продолжаем. Один из судебных исков к авиакомпании ЮТЕЙР вызвал повышенный интерес в Хакасии. Дело в том, что иск в арбитражный суд Ханты-Мансийского округа подала компания Абакан-Эйр, которая требует признать перевозчика банкротом. ЮТЕЙР задолжала ей более 15 миллионов рублей. Нас заинтересовало, что это за компания и почему она работает в Югре. Мы изучили вопрос и узнали, что за новым названием скрывается старый знакомый. Одноэтажное здание рядом с аэропортом ничем не примечательно. Но оно интересно уже тем, что здесь располагается офис компании, чьи пилоты летают по всему миру. Это называется сбросить груз. Каждый из контейнеров по 3-5 тонн. В них упакованы питание и другой гуманитарный груз. С 2005 года Организация Объединенных Наций нанимает абаканских авиаторов для работы по всемирно-продовольственной программе в Эфиопии, Уганде, Южном Судане и других странах Африки. Помимо этого, самолеты и вертолеты «Абакан-Эйр» летают в небе других стран мира. Где наши борты бывают, все знают, что и существует такая компания, а как правило, значит, и знают о нашем городе. Это и Европа, и Южная, и Центральная, и Северная Африка, Эмираты, Индия, Китай. Название «Абакан-Эйр» возникло год назад. Так была переименована компания «Абакан-Авиа». Весь личный состав перешел в новое предприятие, а это более 200 специалистов летного дела. Треть из них – именно местные кадры, остальные – со всех концов страны. За время существования компании они не допустили ни одного инцидента, что и стало решающим фактором для ООН при выборе партнера. «Абакан-Эйр» занимается грузовыми перевозками и в России. И не раз с этого поля ее вертолеты брали курс на Норильск, Хатангу и Анадырь. Сейчас же в аэропорту «Абакана» находится лишь один борт. Вертолет Ми-8 стоит на аварийно-спасательных работах, на дежурстве по ПСР. И в полной боевой готовности в любое время. То есть технический состав и летный состав дежурят круглосуточно, в любой момент готов к взлету. Как только поступил тревожный сигнал, спустя 30-40 минут борт уже должен вылететь на место происшествия. Кстати, летчики «Абакан-Эйр» участвовали и в поисково-спасательной операции по поиску Ми-8, пропавшего минувшей осенью в Туве. Вертолеты «Абакан-Эйр» могут выполнять и рейсы по заказу гидромедцентра Исаяна-Шушенской ГЭС. Если в целом говорить о работе, то сейчас в связи с общеэкономическим кризисом для авиакомпаний важно добывать для себя новые контракты. Есть такие позиции. Есть, конечно. С одной стороны, контракты, которые у нас сейчас заключены, но они заканчиваются. С другой стороны, вот у нас сейчас в данный момент опять мы участвуем в торгах на два вертолета. То есть буквально на днях должны состояться торги. И вполне возможно, что мы опять дополнительно выставим два вертолета для работы в Африке. Несмотря на то, что компания носит название столицы Хакасии, свою роль в развитии местной экономики ее руководство видит только в уплате налогов и не более. Заняв свою нишу на рынке грузоперевозок, «Абакан-Эйр» намерен там и оставаться, не планируя заняться пассажирскими перевозками. На очереди рубрика «Узнай себя». Кто из телезрителей на этот раз увидел знакомые лица на кадрах из архива ГТРК «Хакасия» готова рассказать Анна Ахпашева. Здравствуйте. Мы продолжаем рассказывать о тех, кто попал в историю, а точнее в кадр архива гостелерадиокомпании «Хакасия». Сегодня в гостях нашей студии Людмила Ивановна Косова. Ее на кадрах архива узнал супруг. Здравствуйте, Людмила Ивановна. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти к нам в гости. Давайте вспомним то время. Это 1966 год. По вашему мнению, в какой архив вы могли попасть? Что это было за событие? Ну, во-первых, это буквально мое детство. Я училась в 10-й школе города Абакана. Ну и по всей вероятности это 6-й класс. Да, действительно, это видеозапись встречи ветеранов с учениками. Тогда в гости в школу приехал Борис Давыдович Лев, герой Советского Союза, генерал-майор, командир 309-й приятницкой дивизии. Наверняка вам тоже запомнилось это событие. Мне, во-первых, знакомы эти люди по той простой причине, что мы в свое детство ездили буквально после 7-го класса по пути 309-й приятницкой дивизии. И мы были в гостях у них в Киеве. И нас приглашала к себе супруга. По пути 309-й дивизии мы не случайно поехали по той простой причине, что у нас, когда проходили всякие субботники, уборки, и во время войны в 10-й школе был госпиталь. И, к счастью или, к сожалению, на чердаке школы когда-то были обнаружены остатки, допустим, инвентаря. Были плащ-палатки, даже вот эта сумка санитара. И когда мы играли в зорницу, то у нас проходила разная учеба, и мне было приятно, что я почти новую сумку, большую, санитарку, приносила домой. Ее мы с мамой комплектовали, мы играли в зорницу. У меня была настоящая такая большая сумка. Вот. И с нами очень много интересных проводили мероприятий, кружковая занятость. Нас учили много навыкам интересным, полезным навыкам. И в свое время мне сейчас очень приятно вспомнить старшую вожатую Эльвиру Андреевну Новоселову. Это был старший наш товарищ, очень интересный человек. Вот давайте сейчас посмотрим эти кадры. Наверняка вам будет приятно вспомнить и, возможно, даже увидеть себя. Вот это моя старшая сестра. Которая стоит? Да, вот это она. Да, это моя Танечка. Я хочу сказать, что школа была большая, и вот Эльвира Андреевна была как бы старшая вожатая, а моя сестра тогда ведь была профильная немножко обучения. И они посещали вожатский класс. Возможно, это должна стать профессией ее. Но она у нас закончила Кемеровский медицинский институт. И в свое время она была главной педиатрой республики. Для меня, конечно, это неожиданная передача и неожиданная встреча. И поэтому я, конечно, вам очень признательна, но я волнуюсь. Да, это я... Представьте себе. Да, каково увидеть себя, да, сколько лет назад. Это неожиданно. Поделитесь эмоциями, может быть, когда вы узнали, как вообще вам супруг сказал, что он вас видел? Я была в командировке в Москве, и он говорит, я случайно... Была включена телевизор, я случайно, говорит, повернулся и вижу, говорит, тебя. И вот мы с ним переговаривали по телефону, я говорю, этого не может быть. А он говорит, нет-нет, я тебя узнала, но я, правда, тебя не знала, девочку, 12 лет. Я говорю, ну ты просто пошутируй. Я уже, говорю, скоро еду домой. А все действительно серьезно. Да, действительно, это очень удивительно. Людмила Ивановна, теперь эти кадры станут вашим семейным архивом. Мы обязательно вам все передадим. Спасибо еще раз огромное, что нашли время прийти к нам в студию и вспомнить вместе с нами. Признательна вся наша семья, потому что детям это тоже будет приятно увидеть. Спасибо большое. Эта неделя в Хакасии может претендовать на статус одной из самых спортивных в наступившем году. Абакан принимал чемпионат и первенство Сибири по плаванию. Сборная Хакасии достаточно молодая, так что у ребят был шанс набраться опыта у титулованных соперников. И это получилось. Впервые в истории республики наша спортсменка Дарья Мочалкина взяла сразу две медали – бронзу и серебро. А значит, будет представлять Хакасию на чемпионате России. За ходом соревнований следила Наталья Гармашова. Была дистанция 200 брас, но я ее закрутила изначально очень быстро. Но там уже просто доплывала. Под конец вообще ни соперниц, никого не видела, слышала свисток. Ну, думаю, ладно, ускорюсь, и получилось довольно хорошо. Финал – серебряная награда. Днем раньше 16-летняя Даша Мочалкина на дистанции 50 метров брасом завоевала бронзу. Финальный день состязаний принес нашей плавчихе тоже хорошие результаты. Старты позади, теперь уже можно не скрывать эмоции. Впереди – поздравления тренеров, друзей и родителей. Дарью настраивали на победу, остальные пока еще молодые и в большинном части. Вообще результат хороший, мы очень рады этому результату и ожидали его. А вот как все начиналось. На трибунах «Аншлаг» среди болельщиков больше всего самих участников. Всем хотелось лично присутствовать на церемонии открытия. Торжественное шествие с флагами, приветствие команд. Не забыли и элементы хакасского колорита. Девушки в национальных костюмах, символическая береза. На ветве пловцы, загадав желание, вероятно, победить, повязали цветные ленты. Соревнования по плаванию такого уровня «Хакасия» принимала впервые. К проведению готовились тщательно, чтобы все прошло на высоте. У нас уже есть опыт проведения в Кубке, здесь в прошлом году. Хочу пожелать всем хороших результатов. Гимн России, торжественное поднятие флагов и еще полчаса на разминку. И вот первая на старте девушки. Дистанция 50 метров брасом. Для Юлии Фомину из Барнаула этот стиль плавания основной. Но вот к финишу девушка пришла с отставанием. Расстроена, хотя есть место и положительным эмоциям. Вообще бассейн хороший, большой. Нравится. Вода такая, прохладная, хорошая. О достоинствах бассейна говорили не переставая все дни соревнований. И это не вовсе обязательная вежливость гостей принимающей стороне. Это реальность. Сам бассейн, само спортсворжение очень, как не просто хорошее, а у нас в данный момент в нашем округе больше нет такого спортивного сооружения. Все заплывы здесь строго контролирует электроника. Достаточно коснуться сенсорной панели, как тут же результаты отражаются на большом экране. Мастер спорта Владимир Кудряшов из Кемерово с волнением следит за появляющимися на табло строками. Доли секунды соперников решают, войдет ли парень в список 40 сильнейших пловцов России. Я стал третьим. Я попал, это точно. Но надо еще сильнее, надо стараться. В каждые из четырех дней соревнований проходило больше десятка стартов. Были и эстафеты, и комплексные заплывы. Представлены все стили плавания. Это и вольные, и на спине, и кроли, и брас, и баттерфляй. Не бывает сложного легка, все самое сложное. А минимальная и максимальная дистанция? 50 метров и полторы тысячи. Для многих спортсменов эти соревнования – возможность повысить свои спортивные разряды. Натали Ловцова из Новосибирска повышать уже некуда. И так мастер спорта международного класса. У титулованных пловцов, а мастеров спорта, в том числе и заслуженных, на чемпионат съехалось около 70-ти, свои особые мечты и планы. Это олимпийские игры, медали и так далее. Я в Лондоне была, и там был результат достаточно, меня не порадовал который. Я там была 10-я в эстафете. На ближайшие планируете поехать? Да, в Рио. На следующий год? Каждый день чемпионата и первенства зажигал новые звезды на спортивном небосклоне Сибири и страны в целом. Борьба за победу развернулась не на шутку. В общей сложности было разыграно 34 комплекта медалей. Сильнейшие спортсмены отправятся на чемпионат России по плаванию, который пройдет в Москве уже в апреле. Абсолютные лидеры затем будут представлять страну на чемпионате мира. В этом году впервые состязания стартуют в России, в Казани. Наталья Гармашова, Игорь Брюханов, Вести Хакасия, События недели. Мы продолжаем следить за судьбой Мараленка Саяна, о которой впервые рассказали минувшей осенью. Погибавшего детеныша подобрали люди, выходили его и практически приручили к себе. Но Саян – дикое животное, и в конечном итоге история его дружбы с людьми подошла к развязке. Предлагаю вспомнить, как все было и чем закончилось. У дойки подыхал, лежал. Я его подобрал, потому что жалость человечества. Я его всегда бросил, лень тащить было. Думаю, ну зачем он посмотрел, обнянулся, он лежит такой, и не идти никуда. Я его сос откормил. Так началась история Мараленка по кличке Саян. Жители Малого Анзаса подобрали его в тайге. Через несколько месяцев малыш окреп и так привязался к людям, что выжить самостоятельно в дикой природе уже бы не смог. Потеряны инстинкты. Я приехал за Мараленком, который вам не принадлежит. Хорошо, не принадлежит. Давайте мне документы. У вас документы есть на содержание? Решать судьбу Мараленка пришлось инспекторам Государственного комитета по охране животного мира. Во-первых, закон, который запрещает без специального разрешения содержание диких животных в неволе. Во-вторых, что будет с Саяном завтра, когда он вырастет. И для сельчан рано или поздно станет вопрос, что с ним делать. Для блага самого же Мараленка охотинспекторы перевезли его в зоологический заказник. Животное поместили в специально оборудованный вольер, где ветеринарам были проведены все необходимые обследования. С возрастом, конечно, природу свою возьмет. Во время гона он начнет агрессию проявлять все равно. Не совсем игрушечный будет. Он вырастет, будет сильный, окрепнет. И там уже может и ударить. Спустя несколько месяцев Саян заметно вырос. И настало время познакомить его с тайгой. Старались кормить, чтобы он не видел людей, сильно не общался с людьми. Стал маленько показывать агрессивность. Казалось бы, любопытство Саяна и едва проснувшиеся инстинкты сделали свое дело. Но лес – это страх перед неизвестным. А люди, среди которых он вырос – это безопасность и надежность. Но довольно быстро Мараленок освоился, и тайга уже не казалась чем-то страшным. Тут же есть корм, а в снегу, которого Саян никогда не видел, можно просто порезвиться. Инспекторы уверены, что рано или поздно Саяну придется сделать окончательный выбор, и тайга примет его. Если еще в его жизни будут встречи с человеком, то на судьбу Мараленка Саяна они никак уже не повлияют. Константин Кравцов, Марина Конодакова, Вести Хакасия, События недели. На этом наш выпуск завершен. И желаю вам приятного окончания выходных и хорошего настроения на новой рабочей неделе. Всего вам самого доброго и до следующих встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...